субботний день решил вырваться из города привести мысли в порядок хочу посетить один залив на реке белая поскольку белая еще не встала похожу поищу полосатого разбойника окуня ну и сегодняшнюю рыбалку я хотел бы конечно совместить с таким приятным мероприятием как приготовление ухи именно из боевого свежепойманного окуня надеюсь попадется этот полосатый разбойник почему я решил совместить рыбалку с приготовлением пищи на открытом огне каждый рыболов в принципе зимний знает что продуктовый набор зимнюю рыбалку это как правило колбаска копченая вяленое сало но из горячих из горячих напитков это чай чай это единственное что может нас согреть но порой охота что-то кроме чая горяченького я решил что в принципе какой-нибудь бульончик на рыбалке зимней будет очень в тему поэтому я решил сегодня приготовить ушица ну или рыбный бульон можно назвать рыбная юушка по-разному все называют без всяких там кулинарных изысков просто рыбный бульон с окуня как правило на рыбалке не заморачиваешься а именно вот на зимний приготовлением такой горячей горячей пищи хотя она вот будет очень в тему в морозец если ты на однодневной рыбалке там не до готовки в принципе бегаешь по льду ищешь рыбу не до этого единственное если ты приехал с ночевкой тогда да ты можешь поставить пельмешки это воды ты я забыл взять ладно видим из положения все как говорится по походному только люди в поход ходят а я еду зачем идти в поход если можно туда приехать а пока едем полем найдем этот залив и там уже будем искать окуня газку подкинем немножко поскачем опс 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 пяток лунок просверлим 0 бельговой линии и будем искать окуня напротив деревня собачки дымок баньку топят а мы на рыбалке отдыхаем душой с вами накануне рыбалки обычно если собираешься такую большую рыбалку на большую рыбалку собираешься ночью обдумываешь какие проводки сделать начал ловить на безмотылку смотришь во сне уже рыбы ловится смотришь ловишь концу сна утяжу пол пакета килограмм два три отборный окуней рыбалку приезжаешь клево нет а почему потому что ты ее уже накануне все выловил вот он это не окунь ешь но сверша уха говорят еще вкуснее но мы его пока отложим на безрыбье и ешь что рыба нет окунёк для ушицы пойдет нашли окунёчка сейчас моего быстренько клюет совсем мелкий окун и вот все-таки берет именно на черную мормышку золотистая плетка и золотистым шариком пошел я поваленное дерево по всему виду это черемуха сейчас наперед подставочек червачок по червачки чтобы у нас поддувала была хорошая нашел я такую сухую березу из нее мы сделаем петскую свечу на которой будем готовить берем пенечек сейчас основная задача нам его расколоть на четыре части топором давно не пользовался вот у нас четыре части получилось сейчас нам их нужно срезать сердцевину сейчас мы ее попробуем связать так что хорошенько держалась проволоку мы все это дело связали ставим сюда вот на заготовленные чурбачки чтобы у нас была хорошая поддувала снизу она у нас устойчиво стоит сверху мы поставим кастрюльку наша свеча работает так разведем кастрюльку по ветру так чтобы было туда горело отлично можно уже ставить кастрюльку по дороге обнаружили заросли шиповника будет у нас витаминный чай кстати очень богат витамином c витамин c очень полезен для иммунитета для поддержания иммунитета у меня припасено там еще немножко зверобоя с матрешкой и мятой будет вообще великолепный таежный чай сразу оговорюсь свеча у нас не получилось так как делал первый раз то вернее она получил все нормально горела единственный минус диаметр чербака должен быть достаточно такой метров 30 чтобы на нем стояла устойчиво кастрюля у меня диаметр там сантиметров 10 вообще кастрюль на ней не держалась поэтому пришлось просто развести огонь вскипятить воду вода нас кипела сейчас мы заложим наших пойманных окуней так как у ней кладем сразу кладем лавровый лист окуней будем варить минут 15 потом бульон грубо говоря процедим окуни просто вытащим да и окуни у нас получились с икрой мелкие ока ничего страшного зато будет уха понаваристее лаврушечку кидаем такое примерно объем чтобы у нас бульончик был светленьким прозрачники надо положить луковицу нечищенную обязательно нечищенную чтобы у нас слуха дала такой приятный золотистый цвет луковицу нечищенную кладем полностью смело морковки тоненько настрогаю для цвета и укропчику морковки морковки щедро так раскидаем попробуем посолить у нас и кстати уха не должна сильно кипеть чуть-чуть чуть-чуть надо солить чуть-чуть чуть-чуть надо солить так вот сейчас мы попробуем дело так вот поставим красиво чтобы все стояло так а посолить чуть-чуть надо чуть-чуть требуется соли так ну и пока кипит мы сейчас нарежем укропчику вот так укропчик бросим в самом конце уха должна получиться наваристой потому что количество окунь здесь большое на малое количество воды зашибись соль самый самолет так дровишек маленький надо подкинуть пойдем с дровишками все и и и и и и и и Продолжение следует... 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 Продолжение следует...